Привет! Канал посвящен игре на гитаре, моим выступлениям каким-то, да? Но в том числе я хотел бы рассказать какие-то полезные штуки, связанные с моим личным опытом. В том числе вот история по поводу бросания курить. Я курил 13 лет и, соответственно, каждый год я бросал. По разным причинам. Кому-то не нравился мой запах, и постоянно мне об этом говорили. Вот, значит, запах табака. Я пробовал менять табак, но не помогал. Вот, и поэтому вот решил, значит, бросать. Был случай, когда я бросал курить из-за того, что мне не нравилась зависимость. Это, скорее всего, тот случай, который повторялся чаще всего. Мне больше всего не нравилось бессилы, что вот, вот, черт убери, что за фигня такая. Вот, я люблю яблоки, я люблю сигареты, я люблю курить. Но при этом, не знаю, яблоки я не ем каждый день. И, там, не знаю, не таскаю с собой, а сигареты вот таскаю и не могу отказаться. И вот меня это очень бессило, я изучал этот вопрос, ну так. Бросал курить я четыре раза. Один раз на год и пару вот оставшиеся разы поменьше. Там, полгода в районе, месяц, три месяца, полгода. Сейчас я не курю с января, то есть восемь, восемь месяцев. Почти. Вот. И это, и мне нравится. Я не имею никаких претензий к тому, что я бросил. Что мне помогло, что, собственно, мой опыт, о чем я хотел рассказать. Мне помог Аленкар. Вновь и вновь, как и моим некоторым знакомым. Некоторые мои знакомые даже в этот центр ложились на один день. Там стоит, по-моему, тысяч 15. Но зато точно ты за один день берешь и, значит, прекращаешь. Другое дело, что можешь опять скатиться. Ну, опять же, 15 тысяч, опять сходил на денечек и излечился. Я попробовал более экономным вариантом. Я решил книжечкой, купил себе книжечку, прочитал ее и перестал. Проблема была в том, чтобы дочитать ее. И, собственно, я читал ее четыре раза и вот четыре раза бросал с помощью нее. Очень прочищает и голову. Она немного занудно написана, но при этом результативная тема. Поэтому, если я вдруг опять решил закурить, то я уверен, что я снова достану эту книжечку и прочитаю ее. Ж. И все опять пройдет, как в белых яблок дым. Там все достаточно просто и понятно. Просто иногда забываешь. Просто забыл и опять скатился. Сигаречка другая, вторая, третья. И ты опять курильщик. Жуткая жуть. Соответственно, что я могу сказать? Аленкара – это раз. А два – это создание доминанта. Это прям рецепт от всех болезней. Рецепт для решения любой задачи, на мой взгляд, на настоящий момент. Спасибо товарищу Курпатову и Сергею Спицыну за то, что напомнил. Идея в том, что берешь какую-то цель и проблему, которая для тебя важна. И она важна, в первую очередь, изначально где-то там на уровне мечты. Ну, то есть она не важна для тебя на уровне твоего внутреннего естества. То есть это не то, что там поесть, попить. Просто хочется курить, просить, что ли. Вот. Чтобы это перешло на уровень именно естества, надо, чтобы создалось в голове доминанта. В уме. В твоем. В мозгу. И для этой цели ты берешь и каждый день подпитываешь эту тему. Подпитываешь ее просмотром контента всяческого, видео, видео лекторов, безусконечных людей, которые бросили вот так, как я сейчас вещаю по поводу того, что вот, вот такой у меня опыт. Именно просмотры, прослушивание, чтение литературы на эту тему. На вот острую тему, которая для тебя интересна. Делание это систематично, то есть каждый день понемножечку, но долбишко, по часику, по два часика. Вот ты создаешь для себя важность из этого действия. И это решает. Это второй момент, то есть создание доминанта. Ну, где-то месяца два я смотрел эти ролики все. И эти два месяца я, собственно, читал. Естественно, прочитать можно было за один день. Но вот я так любил курить, что мне было так тяжело, так вот с расставанием было, давалось тяжело, что пришлось идти вот с такой хитростью. То есть там кормить эту доминанту. Можно проще решить, взять и за один день прочитать книжку. Или еще проще сходить в этот центр. Пока, как показывают наблюдения за человечеством, центр решает. Очень хотелось бы, чтобы они мне делали какое-нибудь отчисление за их рекламу. Вот. Третий момент – это голодание. Это вообще ништяк. Собственно, на эту тему тоже надо, наверное, снять видосик, поделиться своим опытом. Голодать – это круто. Есть там Нобелевский лауреат, который защитил эту тему. Чтобы раз в неделю голодать – это круто. Ну, вот мой опыт показывает, что это клево. И голодать с сигаретами достаточно проблематично. Как тоже показали мои наблюдения. Ну, неприятно, не хочется особо курить. Хотя куришь. Куришь, конечно. Куришь. Проклинаешься, но куришь. Вот. Но, что сказать. Голодание тоже сыграло не последнюю роль в том, чтобы я бросил в этот раз. И в предыдущий, по-моему, тоже. Три вещи. Алинкар сформирование доминанты устойчивой в голове. Что тебе это надо и правда, и что это и правда важно, и все такое. Ну, и там. То есть, с разных сторон ты начинаешь эту тему изучать. Как бросить курить, какое воздействие табак оказывает. Та-та-ма-та-та. И все такое прочее. Какая статистика. Вот можно пугающую, можно не пугающую. Можно психологов разных. У каждого свой метод. Ты вот погрузиться в эту тему, посмотреть, что вообще есть. И, соответственно, самое простое для меня оказалось это. И голодание. Поголодать там денечек другой. Можно на соках, можно на воде, можно на сухую. Главное, все правильно сделать по инструкциям, инструкции. В интернетах можно найти. Либо найти людей, которые этим вживую пообщаться. В общем, спросить у них и получить совет. Вот, собственно, все, что я хотел сказать про бросание курить. Спасибо большое тебе, если ты досмотрел. Спасибо большое Алену Кару и всем людям, которые связаны с его центрами. Благодарность от чистого сердца. Жить без сигареток. Ну, не то, чтобы веселее, но как-то приятнее. И пахнет получше, и деньги остаются там какие-то значительные, если так пересчитывать. И самое главное, что для меня было бесило, это вот зависимость. Зависимость, независимость. Ну, в общем, вот такие дела. Если понравилось, ставишь комментарии, колокольчик, подписываешься, смотришь видосики потом, лайкаешь, комментируешь. Живешь счастливой, здоровой жизнью, вечно владеешься и размножаешься. До новых встреч в эфире.